Инициации, постановки и клиппинг-поинты, внешние и внутренние. Это линии траектории, по которым пилоты должны всегда в правильном соотношении угла и скорости проезжать трассу и получать баллы, которые им выставляли судей. Итак, первый заезд у нас стартует представитель Украины, один из топ-пилотов украинского чемпионата Никита Лукьянов на Nissan 200SX. И Денис Клещевский из города Пинска, который в этом году впервые принимал участие в нашем чемпионате в городе Пинске на первом этапе. Мы видим, что у Дениса есть определенные проблемы, потери угла, местами отставал достаточно сильно. Но с таким сильным пилотом, как Никита Лукьянов, ему будет достаточно непросто. Посмотрим, каким образом произойдет сейчас второй заезд, пилоты на старте. Айка, что ты можешь сказать об этой трассе? Вот ты говоришь, что она специально предназначена для дрифта. Насколько вообще отличается трасса, специально подготовленная по дрифту от тех аэродромов, аэропортов, которые мы наблюдали? И в чем здесь изюминка вот этой петли, которую вы подготовили? Нам, как организаторам, здесь намного проще. У нас есть уже готовая трасса, готовая инфраструктура. И нам нужно, скажем так, сконструировать более только зоны безопасности, зрительские зоны и так далее. И правильно использовать ту траекторию трассы, которая у нас уже есть. Перрон аэропорта, это как чистый мир. Есть еще у вас шансы приобщиться к дрифту в Беларуси в этом году? 15 октября мы планируем Кубок Беларуси по дрифту. Одноэтапный кубок, который пройдет на территории нашего любимого горнолыжного комплекса Логойск. Поэтому всех ждем там и переходим плавно уже в верхнюю таблицу, где лицезрение пилотов, которые еще ни разу не проиграли. Это Виталий Лукьянов, Никита Лукьянов и Сергей Кремец. Два киевлянина, которые принимают участие в белорусском чемпионате. И приехали в Брест. И досадно ошибается Сергей в последней дуге, хотя он в принципе в общем держал неплохой темп, хорошее расстояние выдерживал. И в последней дуге потерял контроль над автомобилем, развернулся и отдал максимальное преимущество своему сопернику из города Киева. Ну и смотрим теперь надежду, естественно, проигравшего только на фатальную ошибку со стороны соперника и на one more time. Но опять же... Напомню, что Никита Лукьянов один из топ-пилотов украинского чемпионата. Впервые принимал участие у нас в Беларуси. Остался очень доволен и организацией, и уровнем пилотов. И изъявил желание в следующем году уже побольше этапов посетить в качестве пилота. Посмотрим. Я думаю, что все зрители и любители дрифтинга будут только за, потому что Никита показывает отличный дрифт, красивый, зрелищный. Он один из самых молодых украинских пилотов. Начал принимать участие в чемпионате, когда ему было еще 16 лет. И все его называли Лукьянов малой. Вот по дрифтингу можем мы даже пару минут посвятить дальше этим раскраскам, потому что на такие иногда выхватывает глаз вещи, что жалко, не хватает времени о них рассказать и на них сконцентрировать внимание. Итак, Никита Лукьянов и Аркадий Цареградцев. Цареградцев, как обычно, с самой зоны постановки в базе. И тут даже что-то лишнего говорить не хочется, потому что Аркадий делает все практически идеально. Опережая даже во время перекладки своего соперника, пока тот перекладывается, он уже в базе его ждет. Ну и сейчас Никите надо творить что-то невероятное, неописуемое, чтобы как минимум одмотаем заслужить. Ну или надеяться на ошибку опытного соперника. Он очень старается, попытался приблизиться, но, видимо, ему казалось, что уже будет столкновение. Отпустил педаль акселератора и отстал. Отстал, и мы понимаем, насколько бы этот заезд не был хороший, красивый. И Аркадий, как преследователь, был лучше, проходит дальше Аркадий, Виталий, Никита Лукьянов. Хорошая, зрелищная именно парная заезды, потому что в одиночной, в принципе, у него проблем не было и в прошлом году. Итак, еще одна пара, состоявшая из двух украинцев. Никита Лукьянов и Виталий Никифоров. Не успевает синхронно Виталий на перекладке. Здесь то же самое. Расстояние, конечно, не критичное, но на этой трассе мы уже привыкли вместе с вами лицезреть заезды дверь в дверь. И хотели бы, чтобы все заезды получались именно такими, поэтому смотрим второй заезд. Но здесь даже мелкие помарки очень так выделяются на общем фоне. И поэтому сложным пилотом, я думаю, скрыться от судей, которые еще сверху смотрят и все детали подмечают, как бы ты не хотел их спрятать. Да, и как мы видим, Никита Лукьянов подарил своему земляку победу, потому что скорее его автомобиль это сделал. Какие-то вопросы, по-моему, с трансмиссией во время разгона. И, к сожалению, для Никиты соревнование для него заканчивается. В свою очередь Виталий и Никифоров проходят дальше.